Значит, более конкретный и, может быть, даже профессионально более близкий к вам вопрос. Вот, смотрите, были какие-то прогнозы, несколько наивные, что в результате санкций экономика России в клочья. Мы видим, что никаких клочьев нет, есть какой-то даже местами рост. У меня совершенно конкретный вопрос к вам, как к профессионалу. Те люди, которые сейчас считаются экономическим блоком правительства и по поводу которых просто какой-то культ даже существует, я имею в виду Набиулина-Силуанов, они занимают те должности, в которых в середине 90-х годов работали вы. То есть это Центробанк и Министерство финансов. Как вы считаете, насколько оправданы те невероятно комплементарные оценки, которые даются им, что они просто смогли противостоять санкциям? Или это, в общем, достаточно банальные какие-то меры, которые насвидетельствуют просто о том, что санкции вообще в принципе не в состоянии угробить российскую экономику? Итак, роль личности в истории Набиулина-Силуанова и вопрос о эффективности санкций и насколько они вообще в состоянии угробить российскую экономику. Чему многие, в том числе и ваш покорный слуга, хотел бы. Ну, давайте начнем с санкций. Я бы сказал так, что надежды на то, что с помощью санкций удастся российскую экономику поставить на колени, разрушить, разорвать в клочья и отправить тар-тарары, они овладели мечтами дилетантов, которые совершенно не понимали о том, как устроена российская экономика и за счет чего она является устойчивой. То есть она не является эффективной, но она является устойчивой. И это говорит о том, что уровень экономической экспертизы, уровень понимания российской экономики и в Вашингтоне, и в Брюсселе, он очень низкий. К сожалению, с этим приходится сталкиваться постоянно, и ситуации лучше не становятся. Поэтому рассчитывать на что-то другое было крайне тяжело. Да, конечно, какие-то вещи выявились новыми, да, потому что до конца февраля 2022 года считалось, что замораживание валютных резервов Центрального банка обязательно произведет какую-то серьезную катастрофу. Но прошло какое-то время, стало понятно, что это не относится к стране, у которой есть положительные сальдо текущих операций, у которой экспорт превышает импорт. И это не относится к стране, которая готова противопоставить вот такому решению превращения конвертируемой валюты в неконвертируемой. Да, выяснилось, что вот это действительно очень мощное, казалось бы, мощное оружие, оно не работает в отношении России по причине того, что оно производит сырье, без которого мировая экономика не может обойтись. И выяснилось, что вторая часть ограничения свободы и конвертируемости российского рубля, то есть введение административного порядка, который кому-то разрешает покупать валюту, а кому-то не разрешает. То есть выяснилось, что вот эти два, например, момента, они позволяют эффективность этих санкций практически свести к нулю. Не хочу сказать, что совсем к нулю, но там, не знаю, сильно ослабить. Вот, поэтому вот санкции, они, с моей точки зрения, я всегда об этом говорил, что они не могут быть настолько разрушительными, насколько об этом мечтается или насколько об этом хотелось. Обвинять, вот совсем, там, условно говоря, поставь, не знаю, там, меня на 22 февраля 22 года в американское казначействе, начинай вводить санкции. Ну, наверное, что-то бы я сделал лучше, наверное, что-то бы там произвело более сильный эффект, но нужно хорошо понимать, что любые санкции – это изменение условий функционирования бизнеса. А бизнес – существо приспосабливаемое. Ведь на самом деле, вот помимо того, что Россия является экспортером сырья, основа устойчивости российской экономики – это то, что она при всех проблемах является рыночной. Рыночная экономика – это в которой за счет движения цен, за счет изменения цен, в том числе и курса рубля, да, происходит ее балансировка. И экономика, любой бизнес, который построен на рыночной основе, он к изменению внешней среды умеет приспосабливаться. Да, на это требуется время. Да, какое-то время экономика там не растет. Да, у нее там, она может даже какое-то время падать. Вот там Росстат опубликовал данные 23-го года, что это там 3,6% роста. Но если мы вычтем оттуда вот дополнительный, то, что называется, военно-бюджетный импульс – 3% ВВП, ну, то, в общем, станет понятно, что там полпроцента экономического роста, ну, не так уж и… То есть, с одной стороны, это уже, конечно, не падение, да, но, в общем, радоваться особо нечему. Да, тем более, что это после падения 22-го года. Поэтому вот санкции, они… Российская экономика слишком большая и слишком важна как поставщик сырья. Поэтому они стать более эффективными, ну, они могли бы, но для этого нужен как-то другой уровень политического мышления и готовности усиления противостояния с Россией. Да, то есть вот этого в администрации Белого дома нет. Поэтому санкции, они такие, какие есть. Что касается персонажей российских министров-экономистов, знаете, у меня есть такой стандартный ответ. Как мы должны относиться к коменданту Освенцима? Он свою работу выполнял добросовестно? Добросовестно. Хорошо выполнял свою работу, правда? К нему приходили эшелоны, он их быстро сортировал, кого на работу, кого в газовую камеру. И справлялся с потоком. Все это ужасно, но он был эффективным менеджером. К нему претензии у вас есть? Есть. А с чем они связаны? Они связаны не с тем, как он работал, да? Они связаны с тем, что он делал и для чего он это делал. На самом деле ведь управление макроэкономическими процессами, ну, это не… Ну, мир, современный мир, он уже как-то понял, да, вот эту макроэкономическую таблицу умножения. И Россия хорошо выучила уроки кризиса 98-го года. Ведь на самом деле там и Силуанов, и Набиурин, они там, хотя и в других позициях, но они тот кризис помнят. И помнят проблемы, помнят ошибки. И они хорошие ученики, они понимают, что можно делать, что нельзя делать. И их вот макроэкономическое… Они выучили макроэкономическую таблицу умножения, и даже Путин ее понял. Он тоже пока понимает, что можно делать, что нельзя делать. Поэтому сказать нас… Вот хвалить их, ну да, они, в общем, как сказать, молодцы, да. То есть, ну, есть в России там тот же самый вице-премьер Андрей Белоусов, вот который макроэкономическую таблицу умножения не выучил. Вот он в 98-м году был… Видите, он не был вовлечен. Я прошу прощения, вот перечень этих персонажей, которые абсолютно безграмотны, поскольку я, помимо всего прочего, еще и медиакритик, я постоянно смотрю российские телевизоры. И там Силуанов и Набиулина – это предметы в российском телевизоре, в российской пропаганде, это объекты постоянных нападений. И там существуют совершенно другие люди, которых жаждет там тот же Соловьев, те же самые мракобесы жаждет протолкнуть в экономический блок. Это всякие там Хазины, Делягины, значит, ну и прочие Глазьевы. Ну и вот как раз и в команде Путина тоже есть подобного рода, ну, прямо скажем, полезные быть для нас идиоты. Но вот каким-то чутьем Путин все-таки умудряется понять, что все-таки вот эти вот, ну, я не знаю, можно ли считать Силуанова и Набиулина вашими учениками, поскольку они были в младших позициях. Но во всяком случае, действительно, они… Почему все-таки вот Путин вроде бы как человек, существо достаточно невежественное, но он все-таки понимает то, что надо держаться вот этих вот людей, которые, ну, короче говоря, эффективных, эффективных руководителей Освенцима. Вы знаете, я бы не стал, Игорь, я бы не стал вот так пренебрежительно относиться к Путину. Вот, знаете, что называется, вот он во всем существо невежественное. Он существо иррациональное, да, у него картина мира очень часто построена, его личная картина мира очень часто построена на каких-то, ну, либо фейковых данных, да, которые он считает информацией, либо на фейковом анализе, вот. Но есть вещи, которые он знает хорошо. То есть не надо говорить о том, что у него там мыслительный аппарат совсем не работает. Мне кажется, что для Путина кризис 98-го года, вспомните, он же стал директором ФСБ летом 98-го года. И для него, ну, это реально стало вот огромной колоссальной задачей, да, вот там директор ФСБ в Ельцинской России совсем не то же самое, что директор ФСБ сегодня, да. И страна здесь находилась там и в серьезнейшем финансовом кризисе, и в серьезнейшем политическом кризисе. И зная, как устроено там мышление Путина, его взгляд на жизнь, я не сомневаюсь в том, что он потратил какое-то время для того, чтобы разобраться детально. А он умеет до мышей докапываться, тоже не надо сбрасывать со счетов эту его особенность, умеет хорошо собирать информацию, умеет хорошо ее анализировать, умеет слушать. У него есть люди, которым он доверяет, кого он слушает. Вот. И у меня ощущение, что он с тех пор, вот буквально там с 98-го года, ну или там в начале, не знаю, 2000-х, когда он стал уже президентом, он вот эту вот работу над ошибками кризиса 98-го года хорошо провел. То есть он тоже выучил макроэкономическую таблицу умножения. И он понял, что правильно, а что неправильно. И он понял, кому можно доверять, а кому нельзя доверять. Обратите внимание, что вот у него есть позиции в его таком правительстве, да, где сменяемость, текучесть кадров крайне низкая. Вот мы видим там вот Центральный банк, вот он унаследовал Герасченко, потом Игнатьев, два полных срока по 6-12 лет, и сейчас Набиулина на третий срок по 5 лет. Да, он их не меняет. Министр финансов Кудрин 10 лет и Силуанов 14 лет. И он их не меняет. Вот такие долгожители у Путина, это вот только ФСБ надо поискать. Или там в Следственном комитете. А всех остальных, вы смотрите, министр экономики, министр транспорта, министр связи, это тот, все, пятое-десятое, ему не важно, кто там найдет. А вот на ключевых вопросах, которые обеспечивают макроэкономическую таблицу умножения, он держит людей по долгу, которым он доверяет. И на самом деле вы абсолютно правильно заметили, что это те люди, которые тоже выучили таблицу умножения 1998 года. И Путин не ставит туда никого из тех, кто говорит на вопрос, сколько будет дважды два, он говорит, ну, пять, вообще-то, может быть, и семь, но иногда и восемь. Вот таких людей он близко к себе не подпускает. Субтитры создавал DimaTorzok